Весело и музыкально программу соревнований открыл конкурс «Домашние подворья». Как же здорово подготовились семьи, демонстрируя свои таланты. В этом состязании они на импровизированном подворье в виде театрализованного представления рассказывали о семейных традициях, увлечениях, видеотдыха. И всё это с использованием стихов и песен. Демонстрировали предметы семейного рукоделия, презентовали традиционные для семьи блюда и закатки. Каждая семья подошла к конкурсу ответственно. Кому-то нужно было полторы недели, чтобы придумать всё и досконально подготовиться. А вот семья Степанюк собралась быстро. Дети учили частушки, мама Антонина и папа Николай занимались приготовлением вкуснейших блюд на стол. Хотели показать, какая мы дружная, весёлая, трудолюбивая семья. Собрались мы, конечно, очень быстро. Это было два дня. Нам очень помогли. Все помогали. Белтомаш-сервис, музыкальная школа, сельский совет. Да и дети у нас молодцы, конечно. Это очень весело. У нас много работы, не боимся. Все один и дому помогают. Бесспорно, что семья – это источник любви, уважения, культуры, исторической преемственности поколений. Именно поэтому укрепление института семьи на государственном уровне имеет очень большое значение. На эти цели направлен ряд проектов, программ и акций. В их числе – областной, семейный, сельскохозяйственный проект «Властелин села-2024». На сегодняшний день у нас в Пригожье проживает 1400 многодетных семей. И это, конечно же, отрадно, что с каждым годом цифра увеличивается. Потому что, как и государством в целом нашем государстве, как и президентом нашей страны, очень сильное внимание уделяется многодетным молодым семьям. И то, что для них делается, ну, конечно же, это прежде всего и благоустройство населенных пунктов, это и детские сады, это и школы, вся инфраструктура обновляется. Сегодня мы проводим финальный конкурс «Властелин села». У нас нашего прибужья отберем в финале победителя, который представит нас на областном смотре-конкурсе. Надеемся на то, что мы выиграем, потому что семьи, сегодня мы смотрели, представлены довольно-таки разнообразные. Подворье у семьи Заблосских солидное, работают всей семьей. А результат на столе – яички, грибочки, сальце, миску и колбаска, творог и квас. Все натуральное, ароматное. Трудятся себе на пользу, приговаривая. Глаза боятся, руки делают. Все наше домашнее, своими руками. Вареники с картошкой – это наше традиционное блюдо. Оно еще у нас с Украины бабушками, как, скажем так, корни там зародились. Манники тоже, тоже блюдо украинское. От бабушки это все перешло. Квас домашний тоже своего собственного приготовления. Грибочки, черешня с нашего сада. Вот, салка, мяско, колбасочка – это все наше домашнее, все свое. Конкурс очень сплочает, объединяет как семью. Хоть мы и так сплоченные, дружные, но конкурс еще более нас сплотил. Ну, подготовка шла, помогали нам, да, помогала нам подруга семьи. Вот сегодня мы и творческий номер исполним. Они помогали нам с дочкой его исполнять. Ну, подготовка сама была неизнурительная, скажем так. Было в кайф делать, готовиться к этому конкурсу. Семья Карпук самая молодая на конкурсе. Однако составить конкуренцию соперникам у них все же получилось. Их подворье было также богато на изыске. Это и блинчики с творогом, колбасы, канапе с хреном и салом и многое другое. Около, наверное, недели, наверное, чуть больше готовились. Да, все про все было. Нам как сказали, то, что надо, ну, записали нас на этот конкурс. Мы начали сразу расспрашивать, какие конкурсы, что нужно, как готовиться. Нам был ответ полностью по поводу конкурсов и как надо готовиться. Мы к этому готовились. Ну, и в итоге оказались здесь. Я готовила сразу пирог, каравай. Очень-очень сложно было. Мне помогала моя свякровь, а остальное помогали нам, наша группа поддержки. Ажиотаж у зрителей вызвало самое интересное задание – запеленать младенца. Супруги должны были сообща на время, а главное – правильно укутать малыша. Причем у каждого члена семьи были свои обязанности. Пока муж надевал малышу памперс и пеленал, жене оставалось его только поддерживать. Пеленать. Пополам пеленать. Пополам пеленать. Все. Ох уж эти талантливые семьи. Они успели продемонстрировать ловкость и креатив в выполнении разнообразных заданий. А самое главное – поделились своими талантами со зрителями. Рассказывать про самые достойные семьи, которым невозможно не восхищаться, можно долго, но пришло время итогов. Нелегко было жюри определить победителей. Все без исключения показали упорство в достижении цели, трудолюбие, фантазию и творчество. Но судьи пришли к выводу, что лучшая среди всех семья Заблотских. Именно они 14 июня представят Брестский район на областном этапе конкурса, который пройдет в Пружанах.